Всем доброе утро! Добро пожаловать в новое видео! Меня зовут Анна, мне 45. Я отвезла младших деток в детский сад. Старшая детка дома. И я очень тревожусь сейчас, поэтому взяла камеру, чтобы немножко с вами поделиться. Отправила детей в садик. Сегодня первый день бассейна. У Викиной младшей группы бассейн в 9 утра, а в 10.45 у них прогулка. Никаких полутора часов не пройдет, о которых они мне говорят по Санпину. И я очень переживаю, что Вика простудится. Если что, Вика уже проснулась с соплями и просилась высмаркиваться. Просто она очень хочет в бассейн. Ну, в общем, она может заболеть. Ничего страшного в том, что она заболеет. Страшное воспоминание, как знаете, якорь такой в голове, что в прошлом году наш садик закончился бассейном. То есть мы сходили Вика в бассейн раз, Даня три раза, и после этого мы год сидели дома. Все это притянуто за уши сейчас, то, что я вам сказала. Просто в моем мозгу восприятие именно такое, что все случилось из-за бассейна. Были отиты. Ну, конечно, не только бассейн. Наверное, тому виной. И не год они сидели, а меньше. Но вот так мне кажется, что детей я отправила заболевать. Очень я по этому поводу переживаю. Но им сказать, не идите в бассейн, было нельзя. Они так радовались вчера. Они просто были в полном восторге. Утром я еще порассуждала на тему соплей. Говорю, возьмут тебя, не возьмут. Она такая, я высмаркуюсь. В общем, не знаю, что будет. Если в девять они идут в бассейн, то выйдут они оттуда, ну, хотя бы полдесятого. Высушат длинные волосы девочкам. Ну, полодиннадцатого, это точно не через полтора часа, а через час. Мне воспитатель все по Санпину, все по Санпину. Если только плохая погода. Я, уходя, ей сказала, надеюсь, дождик. Но там правда моросит. Смотрите, по стеклу видно, что моросит и дождь. Ну, как посчитает нужным воспитатель. Позапрошлым году такая проблема уже была. Даня был в другой группе. Там воспитатели вывели гулять после бассейна. Было что-то минус 15 градусов или больше. Ну, с нашим влажностью, ветром гораздо холоднее ощущалось. Я позвонила в группу после первого занятия бассейна. В бассейне и спросила, вышли ли все гулять. Да, все вышли гулять. Я села в машину и через 15 минут забрала Даню домой. И Вику тоже. Ну, Вику пришлось забрать. Я же не могла ее оставить. Она была малюсенькая. Вот. Забрала двух детей домой. И потом звонила заведующей, разбиралась. Ходила на прием к заведующей. И мне объяснили, что есть дети, которые не ходят в бассейн. Извините. И их родители, если не повезти на прогулку в этот день, то родители тех, кто не был в бассейне, будут недовольны. Поэтому вчера я спрашивала у воспитателя, делят ли на тех, кто ходил в бассейн и не ходил. Она сказала, нет, не делят. Посмотрим, как будет. Если что, я пойду к заведующей снова. Хоть погода и теплая, плюс 5 градусов, я считаю, что можно и без прогулки в этот день обойтись. Ничего страшного. Вот так я переживаю. А тем временем я приехала навстречу смотреть следующую квартиру. Она в пяти минутах от нашего садика на машине. Я сейчас смотрю, дом такой, знаете, стрёмненький реально. То ли бывшее общежитие, то ли бывшая коммуналка. Сейчас буду смотреть. Там сложная какая-то история, которую следует выслушать лично, а не по переписке. Мама с дочкой разъезжаются. Квартира огромная. Продается 4 комнаты и кухня. Но это не вся квартира, а доля. Ну, скорее всего, я её не выберу. Но посмотреть надо. Потолки натяжны. Пол вроде ничего. По фотографиям понятно, что требуется ремонт в санузле, как в любой коммуналке или общаге. Но не знаю. Сейчас покажу вам дом. Пять минут у меня до встречи. Вот такие типовые дома. Вы все их в Питере видели, кто в Питере был. Вот не уменьшить мне больше. Здесь я вижу садик прямо рядом. Магазин какой-то продуктовый. Вот я около него припарковалась. Это как бы двор. Как бы двор. Рядом вот такие дома. Панелька. Там тоже точечные. Не знаю, какого года постройки. Посмотрим, что там. Посмотрим. Спасибо вам за то, что вы пишете отзывы. Смотрите эти квартиры со мной. Потому что я реально нуждаюсь в поддержке. Я не объективна. Вот квартира, которая была вчера. Помимо того, что она плохая. Ведь как она далеко находится. Может все-таки не смотреть Приморский район. Но в Приморском районе гораздо чище и больше выбора. А север наш немножечко дороже оказывается, чем Приморский район. Посмотрите лучше на красоту. Сейчас, пока я ехала, у меня было личное время 10 минут. И я смотрела Викторию Хрупкую, которая гуляет по лесу и собирает поганки. Короче, просто не нашлось еще грибов. Может я не досмотрела. Но мне так захотелось в лес. И пускай поганки. Так захотелось погулять по лесу. А я тут в городе. Квартиры смотрю. Так, ну поехали. Надо позвонить женщине, что я пришла. Тут нет порога. Здесь у меня обувь и помидоры. Да, все растет? Ну отлично. Вид вообще прекрасный. Меня, наверное, вид больше интересует, чем квартира. Ага. Тепло. Это угловая же комната. Здесь две батареи. Две батареи. Можно я поснимаю, да? Да, да, пожалуйста. А что? Тут все равно, наверное, все переделывать. Надо будет только обе останутся. И тут встроенная, да? Везде встроенные шкафы. Две комнаты со встроенным шкафом. Ага, ага. А три комнаты. Там уже натяжные потолки. Потому что мы эти позже покупали не до того. У нас тут делалось тоже. А это еще. Так получается четыре комнаты. Четыре спальни и кухня. Четыре спальни и кухня. Да, это внушка тут у нее. Бортал, конечно. Проходите. Крыса. Линолеум. Меня тут только интересует то, что осталось. Ламинат только в той комнате. Так, линолеум. Потолки натяжные. А тут кошка, да? А, тут собака. Еще одна собака. Это внушки на собаку. А тут тоже лоджия. Вот эти три комнаты, и они с натяжными потолками. С натяжными потолками. Да. А это лоджия вот та же. На эту лоджию выходят две кошки. Так, уже прорвался. Так, а тебе туда нельзя, наверное? Ну-ка, выходи. Пошли мы с тобой там встретимся. Пошли. Саш, пошли мы с тобой там встречаться будем. Лепутя, выходи. Не, 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 выходи. Две собаки. Выходи. Поэтому я вырвалась, мы его поднимаем. А, ну тут еще хомячками пахнет, понятно. У вас же живность. Живность. А интернет есть, да, у вас? Он по Wi-Fi, не знаете? Да, Wi-Fi. Это синий провод, это на телевизор. Так, этого товарища. А это так, а я по фотке думала, что это, правда, у вас книги стоят. Думаю, как вывозить будете? А вообще, это блогер, она это снимает видео, поэтому ей фон нужен. А, да. Какой хороший фон. Какой прекрасный фон. Иди, Саша, иди на брус. Действительно, для блогера хороший фон. На брус. Так, а шкаф вы забираете или оставляете? Нет, забирать не будем, точно. Забирать не будете? Да. Так, и еще застекленная лоджия. Так. Ламинат вот только здесь, в этой комнате. Где-то ноль и ноль. Тут все, цвет тут тоже есть, вот включается. Не обязательно. А, тут потолки, в смысле, да, поняла. Семь лет вы тут дожили. Угу. Да, какая большая квартира. И по психологии добыти. А, понятно. Здесь и кулинарные у нас. Ага. Идет там. Сейчас в основном. Выходи. Закрою, чтобы там нельзя туда пускать. Тут детские обои. Ага, и тут вот тот балкон, на который мы выходили. Да, тоже из двух комнат туда балкон. Все. Ну, тут у нас, конечно, донузел. Да. И все. Ну, вот там поддомный этот душ, вообще-то, да, но... Здесь можно и так сделать. А можно, в принципе, это было соединено до нас, наверное. Кладовка и вот эта большая была... А, с той стороны кладовка. Кладовка, да. И это, если что, можно и ванну большую делать даже. Не-не, нам ванна не надо. Нам как раз это, вот та штука больше интересна даже. Кладовка кабина, вот душевая кабина. Ну, мы за мелком его мыть удобнее все-таки так. Ага. Мы убрали кабину. Саша, я понимаю, тебе тут интересно, но не надо. И плюс еще и душевая. Ну, как интересно. Да, у нее мы проверили батарею, что потому что угловая же вот эта вот, ну, на улицу как-то стенка. Поэтому у нее еще батарея. А, вот эта вот угловая? Да. А тут вот на этих балконах никаких шума, там, безобразия, никаких подростков не устраивает? Никакого нет, вообще никогда нет. Ага, это прям очень много места. Да, не знаю, мы два года как-то менили, вот с подмывалкой сделали. А, в смысле, где-то выведено, а, вижу, кран. Вон, кран, да, туда и вода там. Все, поняла. Теплую можно, холодную, какую хочешь. Тут кафе можно, еще потерпеть, еще этот кафе, ничего страшного. Надо посчитать, сколько надо вложить сюда. А тут ринолеум. А вот это в ту комнату. Да, мы когда покупались, сначала три комнаты, нам удобно было. Мы вот так общались, вот через лоджию и сюда. А там кто-то другой жил, дальше? Да, мы даже не выходили туда. А сейчас нам не надо, мы просто... Через лоджию? А, как в каком-то сериале. Да, Воронина. Да, точно. Так, девчонки, я вышла оттуда и хожу по коридору, по этажу. По этажу. Это, очевидно, номера квартир тут. Как интересно. Не знаю, сколько мне нужно. Нужно посмотреть квартир, чтобы выбрать то, что нам подходит. По площади все прекрасно. Меня пугает состояние квартиры, меня пугает состояние этажа. Я не знаю, какие люди живут в таких домах. То есть это бывшие коммуналки, сейчас они все в собственности мне объяснили. У кого-то переделана под студию, у кого-то нет. В общем, в этой квартире 4 полноценные комнаты. Есть ванна, есть душевая и есть кухня 13 метров. Но я не знаю, как это вообще оценивать. Сколько туда надо вложить денег, чтобы этот линолеум поменять. Слушайте, ну вот, когда столько животных, конечно, запах ой-ой-ой какой. Но он локализованный, локализованный. Не везде. Вся квартира нормально более-менее пахнет. Более-менее. Ну, проветрить, ремонт сделать. Ну, площадь, конечно, завораживает. Это 84 квадрата. То есть точно у всех будет по комнате. Место прекрасное. Вот потянем ли мы ремонт, я не знаю. Надо с Тёмой советоваться. Вот. Они хотели продавать по комнатам, но пока что надеются еще продать целую квартиру одному человеку. Потому что по комнатам очень заморочно. Там живет бабушка. Мама. И двое детей. 19 лет. И вот маленький мальчик. Четверо живут. Мужчин нет. И у меня мужчин нет. Вот такая история. Поехала я домой. Покажу Тёме видео. Поеду думать. Так бы раз. Щелкнуть пальцами. И раз. И там прекрасный ремонт. Вот. Но так же не бывает. Видите сейчас, мне что приятно, я поняла. Приятно было в этом просмотре то, что не было агента. И то, что мы нормально с женщиной, спокойно обсудили все. Она мне показала квитанция квартплате. Сказала максимально, сколько будет квартплата. Кстати, 15 тысяч зимой за отопление. Отопление можно отключить, но ты за него продолжаешь платить. Вот. 15 это круто, конечно. Вот. Свет нету счётчиков. Электричество нету счётчиков. Вода не знаю. Мне кажется, тоже нету счётчиков. Свет платят 700 рублей за человек. Или что-то такое. Я забыла. Нет, не за человека. Не знаю, что 700 она сказала. Забыла. Свет платят вроде бы тысячу, она сказала. Что-то такое за месяц, неважно, сколько тратишь. Они не экономят, она сказала. Не знаю, что-то... Ну, в общем, она сказала, 15 это и так очень много. Получился хороший душевный разговор. Вот что. Без всех этих агентских в Лизании, знаете, когда начинаешь говорить собственникам, агент такой сразу, раз, между тобой. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Лишь бы только не заговорили. И это так противно всегда. Вот прямо они боятся, боятся, что сейчас эти денежки утекут. Что сейчас выйдут на контакт покупатель с продавцом. И все, мимо агента договорятся. Вот сейчас не было агента. И так хорошо, и прямо тепло, и уютно. Прям замечательно. Вот. Остаюсь в раздумьях. Я больше часа потратила на различные переговоры с различными агентами, квартирами, собственниками. Запланировала на завтра все-таки я просмотры в Приморском, чистом, аккуратном районе. Устрела помыться просто на лету. И что-то тут вытянула утюжком. Вот. Сейчас вытянула ровно, а в тот раз за гибончиком. Спасибо, что пишете. Я сама в шоке от этих просмотров, честно. С Темой еще спорим. Да, кто-то там опять спрашивает, почему переезжаем. Ребята, потому что я не могу увезти одного ребенка в школу на Парнасе, а в садик еще два года в озерки возить. Это абсурд. Я одна, и здоровье, и жизнь у меня одна. Хочу садик и школу под окном. Да, кто-то написал, что из-за старшего сына нет. Старший колясочник. И для колясочника на Парнасе рай. И квартира у нас переделана. Это не из-за старшего сына. Это как раз наоборот из-за младших детей. Старшего все тут устраивает. Он вообще не горит желанием переезжать с Парнаса. Это все из-за нас. Он не хочет переезжать. Я подумала, я очень много времени трачу на поездки на просвозь. И поэтому нужно сократить поездки, не потеряв количество просмотров. То есть я буду ездить меньше и смотреть за это время несколько квартир за одну поездку. Вот. Завтра я так и сделаю. Надеюсь, ничего не сорвется. Сегодня я няня и учитель. Ну, как не няня, сопровождающий. Иду за четвероклассником в школу. Веду домой, учу. Иду, отдыхаю. Потом еще раз иду к нему и веду его на тренировку. Вот такой день. Дождь идет. Очень долго с Темой смотрели видео, которое я сняла в этой квартире сегодняшней утренней. Он говорит, ты что, у меня там начнется депрессия сразу. Я говорю, можно же постепенно отремонтировать. Он говорит, нет. Короче, он категорически против. Надо, чтобы была чистая квартира. Я начинаю ненавидеть просвещение за то, что у них там такие квартиры в таких состояниях. Ой, сколько я уже их... Не много штуки. Три-четыре посмотрела. За полгода. И они все ужасные. Почему люди так живут? Я не понимаю. Это ужасно. У нас не было денег. Но мы все тогда продали. Машину, телевизор. Чтобы хоть чуть-чуть сделать эти полы. Кто пишет, что мы теряем эту прекрасную квартиру? Ну, ребят, мы же не можем жить только в квартире. Мы живем и в районе тоже. Этот район нам больше не подходит. Он нам подходил. Он прекрасный. Но поменялась ситуация. А вообще я долго не живу на одном месте. Я считаю, что не нужно жить на одном месте долго. Но это неинтересно, в конце-то концов. Если бы были деньги, я бы снимала. Я бы снимала. То в одном районе, то в другом бы снимала. А вообще я бы путешествовала, наверное. Если бы были деньги. Когда я перейду дорогу, интересно. В общем, девчонки, ближайшие видео будут про просмотры квартир. Не обижайтесь. Больше сил нет еще и монтировать, и снимать по вечерам. Ну, что-то вам включу немножко этой беготни веселой. На видео действительно выглядит смешно, как дети. Бесятся. Но учтите, что вживую это не так весело. Их же надо как-то остановить после этого. О, какая я пушистая. Вот. Поэтому извиняйте, сейчас будут просмотры квартир. Но я вижу живой интерес. Вам будет интересно. Завтра посмотрю, все сниму. Вот. А пока всех люблю. Всех люблю. Всех целую. Напишите мне по поводу этой четырешки странной. Бывшей коммуналки. Ну, не уверен, что мы ее выберем, если честно. Хотя по площади и по количеству комнат она превосходит все. Девчонки, я вам сняла квартиру, чтобы вы имели представление, в какие квартиры я привыкла ходить на фарнасе. КОНЕЦ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, я вам сняла квартиру, чтобы вы имели представление, в какие квартиры я привыкла ходить на парнасе. У нас у всех культ белого ремонта. Все, кто недавно въезжают, у всех все белоснежное. Поэтому я в шоке от тех квартир на просвете. Просто, чтобы вы знали, что это не я такая капризная, а что так вот даже моя квартира, которая вам кажется, что она очень хорошая, она даже проигрывает очень большинство окружающих квартир. Все, куда я сейчас хожу, это белоснежки с перламутром, иногда со стразиками, иногда матовые, но все у людей белое, чистое и просто стерильное. Так, я купила фрукты, пока кассир взвешивала по одному фрукту. Вся очередь сошла с ума. Еще я купила инжир. Тема заказала. Чокопай в самокате. И я тоже купила на кассе. Чокопай. Где наш чек? Ну, они немного разные. Я тут на волне, продолжаю математику решать с Темой. Четвертый класс. Сейчас люди подумают. Да, люди уже все про меня подумали. Вот это я сейчас потратила. Я супер молодец. Груша называется Санта Мария. Сейчас подумают, что я в четвертом классе. Нет, не подумают, что ты в четвертом классе. Тема не в четвертом классе. А почему она? Я не понял, что это такое. Не открывается? Потому что, может, с другой стороны все открылось. Ты обедом не интересуешься, да? Это мой обед. Это твой обед, извините. И вот тут еще у Темы обед лежит. У вас есть подростки дома? Или молодые люди? Их вообще можно накормить чем-нибудь? Все, я буду кушать инжир и буду кушать нектарин без детей, потому что у них аллергия. Нет, Тема, это я, наверное, вечером. Куда столько всего? Вот, я буду нектарин и инжир. Ты можешь для разнообразия съесть кусочек яблочка. Давай. О, я думала, ты откажешься. Ну, что? Ну, просто фрукт. Иногда люди едят фрукты. А что купать? Себе. Сеньку, бабе. А Тему позови сюда, ты чего ему понесла. Он с нами чай попьет. Аквадатрим. Аквадатрим. Какой аквадатрим? Чокопай. Даня, а давай летим в другом месте будет. Тут мама лежит. Кто-то откроет. Кто-то откроет. Кто-то откроет. А кто-то это мама. А кто-то это Даня. Угу. Мама. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пересылайте подружкам. Смотрите, сравнивайте квартиру на просвете, на парнасе. Пишите ваше мнение. Я заканчиваю монтировать видео. 23.30. Завтра я запланировала 5 просмотров в одном квартале. Пожелайте мне продержаться. Хочется другое слово сказать. Ну, в общем, да. Продержаться. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok